От жителей микрорайона 25, город Сургут, домов 21, 21-1, 31 по проспекту Комсомольский и домов 8 и 10 по проезду первопроходцев. Во все инстанции. Извещение. Нам стало известно, что примерно 6 октября 2022 года в одноэтажном здании по адресу проспект Комсомольский, дом 21-2, находится некий дом для престарелых под руководством директора Мельник Денис и заместителя директора Стоцкая Светлана. Автономная некоммерческая организация «Заботливое сердце». На данный момент там развещены примерно 10 пациентов, планируется разместить до 25. Мы уверены, что здание находится в ужасном состоянии и представляет угрозу жизни и здоровью как самих пациентов, так и представляет угрозу жизни и здоровью жильцов окружающих жилых домов, в том числе детям, на основании следующих фактов. Влажность. Идеальная среда для роста плесени, грибков и размножения бактерий. На потолке сидят следы потеков и черной плесень, грибок. Во всех помещениях максимальная влажность и сырость. Дышать очень трудно и душно, как в бане. Пахнет сыростью. Каждое окно в здании полностью запотевшее и буквально плачет изнутри. Активно используется парогенерирующее оборудование. Гладильный каток лаванда PF580 с уровнем испарения пара до 1,3 литра в час с температурой нагрева до 216 градусов Цельсия. Стиральная машина LG. Модель такая-то с загрузкой 12 кг и с генератором пара в 100 градусов. Поверхность стиральной машины потрескалась от влажности в трех местах. Две конденсационные сушильные машины горенье. Утюг ТЕФАЛЬ с высокой скоростью парообразования 130 грамм в минуту. На кухне в больших кастрюлях варят компоты. В каждой комнате есть дыра в стене на улицу 10 см в диаметре, которые заткнуты просто оконком бумаги. Две большие раскладные решетки. Сушилки для белья. Две водопроводные трубы под потолком проживели. Душевая комната активно используется и имеет два выхода в коридор и в палату. Централизованная вентиляция отсутствует. Антисанитария. Из двух туалетов работает только один. Примерно три шаек. Грязные полы. Теплоизоляция. Здание не утеплено ни снаружи, ни внутри, ни на крыше. Потолок внутри здания не утеплен. Кстати, подвал тоже отсутствует. Фасад в ужасном состоянии с большими щелями больше 20 см вглубь. Рука помещается. И со сквозными дырами диаметром 10 см. Койки для пациентов сплошные железные, одинарные, с одинарным матрасом. Зимой будет очень холодно на таких матрасах. Пожаробезопасность. Заезд на территорию заставлен машинами. Расстояние от пожарной машины на дороге до входа в здание 30 метров. Стандартная длина пожарного шланга 20 метров. Есть палаты для особых пациентов с решетками на окнах и с железными дверями, которые закрыты на железный засов снаружи. Снаружи 8 решеток на окнах. Оба выхода из здания внутри заставлены различными предметами. Входной тамбур заставлен картонными коробками и пластиковыми изделиями. На улице возле входа пластиковые и деревянные изделия. 7 огнетушителей и пожарный ящик находятся в тамбуре на полу перед входом в здание. Безопасность. В двух метрах от здания и вплотную к забору находится детская площадка. В здании отсутствует сеть для хранения наркотических и психотропных препаратов. Это статья 228 и 228.1 УК РФ «Незаконный оборот наркотических и психотропных препаратов». Иногда пациенты сбегают с территории, их ловят и возвращают. Возможно, они находятся под препаратами в это время. В маленькой палате площадью примерно 6 квадратов стоит впритык 3 кровати и 1 тумба. На территории струи материалы, мусор, бетон и мешалка. Возможно, данное здание с 2022 года входит в зону подтопления реки Обь в соответствии с выпиской Игрюл дома номер 21. Любое капитальное строительство запрещено. Два месяца назад к зданию пристроили капитальный фундамент для крыльца со стороны первого подъезда дома 21. Мы не хотим, чтобы дети видели, как вывозят трупы и как вылавливают сбежавших пациентов под препаратами. Электрика. Отсутствует резервный аварийный источник электроэнергии. Два электропровода идут в дом 21. Внутри здания на стене висит старый советский железный электрощит. Час проводки на потолке в туалете не изолирована в гофру и кабель-канал. Правовая основа. В выписке Игрюл «Оно заботливое сердце» ОГРН 117-86-400-18-00 отсутствует сведения о учредителях и о лицензиях, что в принципе быть не может. Учредители должны быть указаны. Земельный участок номер 861010106563 используется не по назначению. Разрешено использование под учебные здания юных техников. Это нарушение статьи 8.8 КАПРФ «Нецелевое использование земельного участка». Требуем провести срочную всестороннюю внеплановую выездную проверку по всем фактам на предмет нарушения действующего законодательства и привлечь виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Второе. Признать здание по адресу проспекта Самойский дом 21.2 аварийным и снести здание полностью в сфере культивации почвы. Третье. На участке с кадастровым номером 861010106563 сделать сквер с озеленением. 12 ноября 2022 года. Подписей уже собрано много. Очень странно, что администрация не учла интерес более 2000 человек, которые живут в округе, именно в 25 микрорайоне, в соседних домах. Монопольно приняла решение, что мы якобы будем не против такого соседства. У нас в доме 98% высказались против. Если кто-то хочет оставить свою подпись в документе, в данном, документ готов, прошит, народ активно ставит свои росписи, пишите мне в телеграм, он тонн по-английски 40, либо звоните по номеру телефона 667744. Собственникам помещения быть не обязательно, нужно жить постоянно и совершеннолетние. Благодарствую. Субтитры создавал DimaTorzok